Кому что? Циркуль, подкрепимся позже, а сейчас займёмся делом. Скажи, какой математический знак ты поставил бы между вот этими двумя яблоками? Математический. Наверное, равно. Точно. А теперь? Теперь знак неравенства. Циркуль, ты делаешь успехи. Я горжусь тобой, но скажи, а сейчас? Теперь знак больше. Слушай, а вообще-то пора бы и подкрепиться, и с ребятами поздороваться. Программа-то уже началась. Привет, ребята! Опять я увлёкся. Здравствуйте, мои дорогие счетоводы и решатели уравнений. Прекрасное письмо прислал нам Алёша Петров из Тамбова. Он пишет. Здравствуйте, профессор и циркуль. Расскажите, пожалуйста, про равенство и неравенство. И кто придумал знаки равно, больше и меньше? Молодец, Алёша! Прекрасный вопрос. Что ж, окунёмся в историю. Дорогие ребята, вы наверняка знаете, как пишется знак равенства. В математике, в логике и других точных науках его пишут между двумя выражениями, идентичными по своему значению. Знак равенства в его современном виде создал математик Роберт Рекорд в 1557 году. Он обосновал применение двух параллельных штрихов так. Никакие другие две вещи не могут быть более равными. В 17 веке Рене Декарт при записи стал использовать вот такой вот знак. Видите, это как бы объединённые буквы А и Е. От латинского «aequalis», то есть равный или сходный. Символ Рекорда получил распространение далеко не сразу. В континентальной Европе знак «равно» был введён Лебницем только на рубеже 17-18 веков, то есть более чем через 100 лет после смерти впервые использовавшего его Роберта Рекорда. Архи впечатляюще! Итак, равенство в математике. Если объекты взаимозаменяемые, то есть один можно поменять на другой и наоборот, эти объекты считаются равными. «А» равно «Б» и, соответственно, «Б» равно «А». Отношение равенства обладает свойствами симметричности, то есть если «А» равно «Б», то, соответственно, «Б» равно «А». И так называемой транзитивности, от латинского «переходный». Если «А» равно «Б», а «Б» равно «Ц», то «А» равно «Ц». Ещё одно важное понятие в математике – тождество. Это равенство, справедливое при любых числовых значениях, входящих в него величин. Архи впечатляюще! Теперь поговорим о неравенстве. В математике неравенство – это утверждение о том, что объекты не одинаковы. Напомню. Эта запись означает, что «А» меньше «Б». Это, что «А» больше «Б». А эта запись означает, что «А» не равно «Б». Эти математические отношения называются строгими неравенствами. В противоположность им нестрогие неравенства означают следующее. Эта запись означает, что «А» меньше либо равно «Б». А эта запись означает, что «А» больше либо равно «Б». Кроме того, иногда требуется показать, что одна из величин много больше другой. Обычно на несколько порядков. Это записывается так. Эта запись означает, что «А» намного больше «Б». Ещё есть такие знаки. Эти знаки означают «приблизительно равно» и используются при обозначении двух величин, разницы между которыми в данной задаче можно пренебречь. «А» все впечатляюще. А теперь, держи мне яблочко. Держи, мой прожорливый друг. А вот это письмо меня очень заинтересовало. Думаю, тебе, Циркуль, оно тоже понравится. Пишет нам Диля. Уважаемый Степан Петрович, многие говорят, что учёные доказали, что дважды два – пять. Скажите, пожалуйста, как это возможно? И что тут интересного? У Дили, наверное, двойка по математике. Вот она и не знает, что дважды два – четыре. Циркуль, я вот тебе всегда говорю, не торопись с выводами. Дело в том, что действительно существуют версии доказательства того, что дважды два – пять. Не может быть! Правда, это совсем не учёные доказали. Просто это, ну, скажем так, небезынтересный вариант доказательства. Итак, Циркуль, смотри внимательно. Возьмём тождество. Минус двадцать равно минус двадцать. Представим его как шестнадцать минус тридцать шесть равно двадцать пять минус сорок пять. Прибавим к обеим частям дробь восемьдесят одна четвёртая. И получаем шестнадцать минус тридцать шесть плюс восемьдесят одна четвёртая равно двадцать пять минус сорок пять плюс восемьдесят одна четвёртая. Теперь распишем эти числа и получим. Четыре в квадрате минус два умножить на четыре умножить на девять вторых и плюс девять вторых в квадрате. Это равно пять в квадрате минус два умножить на пять умножить на девять вторых плюс девять вторых в квадрате. А теперь, дорогие друзья, давайте вспомним формулу квадрата разности. Квадрат разности двух выражений равен квадрату первого выражения минус удвоенное произведение первого выражения на второе плюс квадрат второго выражения. То есть в левой части мы видим квадрат разности чисел 4 и 9 вторых, а в правой части квадрат разности чисел 5 и 9 вторых. Извлекаем квадратный корень из обеих частей уравнения. 4 минус 9 вторых равно 5 минус 9 вторых. Тогда 4 равно 5 и, соответственно, 2 умножить на 2 равно 5. У меня что-то здоровое. Так что же, дважды 2 – 5? Конечно, нет. Здесь, циркуль, используется довольно распространённый приём – подтасовка. Ответ подгоняется под условия задачи. Базируется всё это на неоспоримом равенстве дважды 2 равно 4. В данном примере подобный приём используется с единственной целью – произвести впечатление на публику. Арки впечатляющие! А теперь самое время приступить к геометрии. И снова вопрос от нашей постоянной зрительницы Колсовой Яны. Она уже не в первый раз присылает нам интересные письма. Итак, письмо. Здравствуйте, профессор. Я учу сейчас тему центральная симметрия. Но я так и не поняла её. Не поможете ли вы мне? Заранее спасибо, Яна Колосова. Ну что, циркуль, поможем? Хм, естественно. Симметрия относительно точки или центральная симметрия – это такое свойство геометрической фигуры, когда любой точке А, расположенной по одну сторону от центра симметрии С, соответствует другая точка А', расположенная по другую сторону от этого центра. К тому же, эти точки находятся на отрезке прямой, которая проходит через центр, делящий отрезок пополам. А теперь рассмотрим фигуры, имеющие центр симметрии. Итак, центром симметрии окружности является, собственно, сам центр окружности. Центр симметрии прямоугольника, квадрата, ромба и параллелограмма – это точка пересечения их диагоналей. Архи, перекляйся. Центральную симметрию имеют многие геометрические тела. К ним следует отнести все правильные многогранники, за исключением тетраэдера, а также некоторые тела вращения – цилиндр и шар. Циркуль. Слушай условия задачи. Два лесоруба, Никита и Павел, работали вместе в лесу и сели завтракать. У Никита было четыре лепёшки, у Павла семь. И тут к ним подошёл охотник и попросил поделиться с ним едой. Одиннадцать лепёшек были разделены поровну на троих. После завтрака охотник пошарил в карманах, нашёл одиннадцать рублей и сказал – «Не обессудьте, братцы, больше при себе ничего нет. Поделите, как знаете». Охотник ушёл, а лесоруба заспорили. Никита говорит – по-моему, деньги надо разделить поровну. А Павел ему возражает. За одиннадцать лепёшек – одиннадцать рублей. На лепёшку приходится по рублю. У тебя было четыре лепёшки, тебе – четыре рубля. У меня семь лепёшек, значит, мне семь рублей. Кто из них сделал правильный расчёт? Как надо по-честному разделить деньги? А, Циркуль? А я считаю, всё надо поделить поровну. Конечно. Делить поровну чаще всего справедливо. Но математика любит точность, а значит, считаем. Одиннадцать лепёшек разделены на троих поровну. Значит, каждый съел одиннадцать третьих лепёшки. У Павла было семь лепёшек. Он съел одиннадцать третьих лепёшки, следовательно, охотнику отдал семь минус одиннадцать третьих равно десять третьих. Значит, Павел отдал охотнику десять третьих лепёшки. Никита из четырёх своих лепёшек тоже съел одиннадцать третьих лепёшки. Следовательно, охотнику отдал четыре минус одиннадцать третьих равно одна третья. А теперь составим пропорцию. Одиннадцать третьих так относится к одиннадцати, как одна треть относится х, где х цена одной трети лепёшки. Тогда три х равно трём. Соответственно, х равно единице. Значит, за каждую треть лепёшки охотник дал по рублю. У Павла охотник взял десять третей, а у Никиты одну треть. Следовательно, Павел должен взять себе десять рублей, а Никита рубль. Арки впечатляющие. А вы, ребята, не забывайте писать нам письма и задавать свои вопросы по адресу 109-147 Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» профессору Круглову. Ну, или оставляйте свои комментарии на сайте радостьмоя.ру. А ещё присылайте на наш сайт свои математические головоломки. Самые интересные из них мы будем решать в эфире. До новых встреч! Пока! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!